Это программа «День с толком» в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 16 дорог перекрыты, в МЧС поступают десятки звонков. Прибывающая вода отвоевывает все новые участки. Впервые после санкций сельхозпроизводители края обсудили проблемы и перспективы отрасли. Вслед за ростом цен на продукты. В регионе повысят оплату за детский сад. В Алтайском крае из-за паводка перекрыты 16 региональных и муниципальных дорог. Только за прошедшую ночь перекрыли 9 участков. На одной из дамп Зонального района даже не выдержали шлюзы. Подробности в сюжете Дмитрия Дроздова. Это кадры из села Булань Хазанального района. Шлюзы не выдержали напора и вода рванула по руслу реки к Чуйскому тракту. Ситуация не лучшая еще на трех трассах затопила участки по направлениям. Аксенова-Бураново, Олеськ-Безголосово и Новоегорьевская-Новичиха. Эти дороги сейчас перекрыты, по ним не проедешь. Ухудшилась ситуация и на одной из трасс в Зональном районе. В целом же только за последние сутки на региональных дорогах потопило 9 участков. И вместе со вчерашними вода накрыла уже 16 участков. В постельном районе была проблема. Сегодня вода ушла. Там вывезен грунт, щебень добавлен, сделан валик и вода сейчас там нет. Отработали. В Рубцовском районе, Романовском районе работали. Вчера в Советском районе проблема была у нас. Поселок Лебедино тоже вода через край. Труба не справлялась с потоком воды. А на реке Аллея подтопило мост. Организовали альтернативный проезд через город Олейск. Для безопасности жители МЧС формировали 16 мобильных отрядов. Работает порядка 530 единиц техники. Откачивают воду и завозят грунт. Круглосуточно на связи и диспетчерская служба. Там и на сайте Алтайавтодор водители могут узнать о перекрытых участках. Дмитрий Дроздов. День с толком. 42 звонка по номеру 112 поступило за последние дни от населения края по поводу повышения уровня воды. Звонят жители Барнаула, Камня-на-Аби, Рубцовского, Мамонтовского, Шелоболихинского, Тюменцевского районов. Но где же сейчас наиболее сложная обстановка и стоит ли готовиться к большой воде, рассказали сегодня спасатели. Уровень в реке Аллея составляет 520 сантиметров, при критике 560. Снижение за сутки на 10 сантиметров. Это видео с беспилотников МЧС в Рубцовском районе. В течение двух последних дней там было жарко. С учетом резкого повышения дневных и ночных температур, уровень воды в Аллее резко вырос. Группировку спасателей пришлось оперативно перебрасывать из Третьяковского района. Самая сложная ситуация в Саратовке. Там талая вода заходила на участки и подтапливала дома. Подразделения спасательные помогали жителям, когда вода заходила, помогали жителям поднять мебель, помогали с домашними животными, скотиной помогали. В течение нескольких часов вопрос был снят с повестки дня. Сейчас на постоянном контроле ситуация в камне на Аби. Сейчас там подтоплено талыми водами 27 переусадебных участков. Несколько домов. Вода зашла в дома буквально сантиметр 3-5. Думаем, что ситуация, тенденция будет стабилизации. По данным спасателей, людям предоставили места для временного проживания. Ситуацию контролируют. Всего в период первой волны паводка 83 населенных пункта региона могут попасть в зону подтопления. А если брать обе волны, то речь пойдет уже о 182 пунктах с населением порядка 40 тысяч человек. По словам Александра Макарова, если не произойдет непредвиденных ситуаций, прогноз развития паводковой обстановки в регионе довольно благоприятный. По крайней мере, на сегодняшний день серьезных подтоплений не ждут. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Алтайские предприятия постепенно осваивают азиатский рынок. Так, несколько из них нашли на востоке новых поставщиков. Среди них бейский Алтай-спецпродукт, где немецкие компоненты заместили южнокорейскими и китайскими. Первые партии из азиатских стран уже поступили. К слову, алтайское предприятие сейчас не переживает кризис, а наоборот наращивает мощности. Его руководство в ближайшее время надеется увеличить выручку в полтора-два раза. Все предприятия крупные, Газпром, Роснефть, сегодня делают ставку на это предприятие. Потому что поставки в основном шли к ним, этого компонента Соединенных Штатов Америки. Но сегодня не переключается на Алтай-спецпродукт. И надо сказать, что Алтай-спецпродукт занимает две трети рынка всего по данному виду продукции, по поставке эмульгатора. Поворот на восток сделали и в компании СИСОРТ, где производят фотосепарационное оборудование. В целом, в правительстве края уверены, что многие наши предприятия достаточно быстро решат вопрос с поставщиками из азиатских стран. Сельхозпроизводители края сегодня обсудили проблемы и перспективы отрасли. В правительстве прошло первое после введения санкций большое совещание представителей агросектора, исполнительной и законодательной власти. Какие задачи ставят они перед друг другом и в какой поддержке нуждаются, об этом расскажет Анастасия Дороган. Проблем быть не должно. Об этом представители агросектора докладывают губернатору накануне посевной. Этот сезон фермеры настраиваются пройти плавно. Судя по отчетам, для этого есть все. Семена отечественной селекции 90%, а если импортные, то это гибриды, произведенные у нас. Что делать? Посверкли, условно говоря, что-то с кукурузой. Сибагроцентр в настоящее время имеет порядка 200 тонн гибридов кукурузы, 240 тонн гибридов подсолнечника. Прорабатываем вопрос, чтобы расширить номенклатуру, расширить посевы семян, для того, чтобы мы могли использовать уже в 2023-2024 году, создавать дополнительный фонд наших отечественных сортов. Которые, по замечанию чиновников, не уступают импортным по качеству. Минеральные удобрения закуплены, технику аграрии успели обновить, следует из выступлений. Что касается запчастей, поставщики гарантируют фермерам их наличие. Они все отечественные компании, да? Ну, в том числе и импортные, подтверждают, на те, которые часто выходят из строя, они аварийно-запасы. Все равно это комплектование. Аграрии озвучили властям и наболевшие, к примеру, Лейкос КРС. Фермеры заговорили о финансировании этого вопроса. Сейчас на весь край выделяют 120 миллионов рублей на компенсации. Но вот пример из Суецкого района. Оздоровление стада съело почти половину бюджета региона. Мы потратили, получается, 59 миллионов рублей. Что-то вот. При перераспределении дополнительных доходов, что мы сделали, Минфинкомитет тоже обратился, что, значит, надо нам добавлять на финансирование на Альбрии ГУС. Фермеры просят обратить внимание и на аукционы на аренду земли. Участвуют в них все желающие. Но по час выигрывают те, у кого есть деньги. Потому что при средней в крае стоимости аренды гектаров 500 рублей, в Ребрихе недавно фигурировала цена в разы больше. 11 600 рублей. Это же абсурд. Те, кто сегодня работает на земле, они могут завтра остаться с техникой, со складами, с основными средствами, но без земли. А представители перерабатывающего сектора просили Виктора Томенко обратить внимание на отсрочку платежей торговым сетям. Если региональная мариара уже пошла навстречу, то пятерочка и магнитные уступки не идут. Возможно, срочки понадобятся и перед налоговиками. По прогнозам участников рынка, в апреле-майе может начаться дефицит средств. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Бюджет Алтайского края потеряет 400 миллионов рублей из-за введенных мер поддержки бизнеса. В России на полгода перенесли сроки уплаты налогов для предприятий, работающих по упрощенке. Речь идет о налоговых платежах за прошлый год и авансовом платеже за первый квартал 2022 года. Но стоит сказать, что эти 400 миллионов потери временные. Ведь предпринимателям, по сути, дали рассрочку. Но даже такой мерой поддержки смогут воспользоваться не все предприятия. В Алтайском крае упрощенную систему налогообложения применяют 40 тысяч налогоплательщиков. Из них только 7 тысяч смогут воспользоваться данной преференцией. В основном это производственники. Так на поддержку могут рассчитывать предприятия, связанные с медициной, деревообработкой, производством лекарств, продуктов, одежды, бумаги и не только. Что это дает налогоплательщикам? Прежде всего, отсрочка платежей оставляет оборотные средства у предприятия, либо у налогоплательщиков, которые могут использовать их по своему усмотрению. Либо выплатить заработную плату, либо закупить какой-то товар. Но я думаю, что это не такие значительные суммы для бюджета. Если 400 миллионов в целом, у нас по упрощенке поступает в бюджет 7 миллиардов. В Алтайском крае все же повысят оплату за детский сад. Об этом написало информагентство «Банкфакс» со ссылкой на региональное министерство образования. 2000 рублей столько платят в частности сейчас барнаульские родители. Насколько увеличится плата в ближайшее время, неизвестно. Но то, что это произойдет, вероятность большая. Так, о повышении стоимости пребывания ребенка в саду в крае заговорили еще в начале этого года. Тогда в Рубцовске предполагали повысить сумму до 2700 рублей, а в Барнауле до 2900. То есть почти на 1000 рублей. Такая разница вызывала шквал возмущений среди родителей. И повышение, видимо, на время отложили. Но в первом квартале этого года произошел сильный рост цен на продукты. И заведующие детских садов вновь заговорили о необходимости повышения оплаты. По их мнению, день пребывания в саду должен стоить примерно 130 рублей. Тогда, объясняют специалисты, будет возможность значительно улучшить питание детей. Отметим, в последний раз родительская оплата повышалась 2,5 года назад в среднем на 350 рублей. Тогда вместо ментая, к примеру, стали закупать горбушу, которую дети едят лучше. Фруктов стали закупать больше. Сейчас же снова ужимаемся. Недавно чуть вообще не остались без гречки. Хорошо, что все-таки нашли поставщика по приемлемым ценам. В Краевом госпитале для ветеранов войн возобновили плановую помощь. Последние два года эти учреждения трижды закрывали подковидное отделение. За время пандемии там вылечили более 9 тысяч пациентов красной зоны. И все бы ничего, только самим ветеранам в это время пришлось искать помощи по месту жительства или даже в интернете. Продолжит Ирина Корчагина. Руки, ноги, вот, все, все, тут полный набор. Краевой госпиталь для ветеранов. Здесь проходят лечения не только участники Великой Отечественной войны, но и ветераны других боевых действий. У всех проблемы почти одни и те же, неврологического характера. Многие после контузии. У Владислава в прошлом Афганистан, у Сергея Чечня. Оба два раза в год проходят госпитализацию, физиотерапию, капельницу, уколы. Вот только последние два года госпиталь три раза перепрофилировали подковидное отделение. А значит, про плановую помощь можно было забыть. Нигде практически лечение было сложно пройти, как по месту жительства. В поликлинике там не проводили, будем говорить, вот такую плановую помощь. Где-то таблетки дополнительные, ну, какие-то советы, где-то интернет помогал. Я сюда попадаю уже, либо, можно сказать, практически по скорой помощи, когда меня сюда везут, доводят или дохожу до этого состояния. Либо жду вот того момента, как только мы, вот в прошлом году открывался, буквально там, наверное, на месяц, и мы сюда стояли, можно сказать, в очереди. С апреля врачи приступили к своим прямым обязанностям. Признаются, соскучились по своим ветеранам, а от красной зоны порядком устали. Это огромная нагрузка, это очень тяжелые условия работы, это достаточно тяжелые больные, высокая летальность. Естественно, мы все люди, мы все к этому относились и переживали, и расстраивались. В доковидные времена в госпитале принимали около 6 тысяч пациентов в год. Уже известно, что военные, которые сейчас находятся в Украине, тоже смогут здесь проходить лечение. Уже президентом подписан указ, что те вот ребята, которые сейчас выполняют свой долг, да, на территории Украины, они будут, они приравнены к участникам боевых действий. А категория участники боевых действий, согласно федерального закона о ветеранах, подлежат лечению у нас. Добавим, что на сегодняшний день в крае работают 17 ковидных стационаров, развернуто свыше тысячи коек. Для сравнения, еще месяц назад было более трех тысяч коек. Это дает надежду, что коронавирус отступает. Вопрос, надолго ли? Ирина Корчагина, Вадим Быстревский, День с толком. Беженцев из Украины и Донбасса в Алтайском крае разместят в гостиницах и санаториях. В правительстве края утвердили список организаций для приема приезжающих. В него вошли санаторий «Станкостроитель», «Барнаульский», «Опь», «Сосновый бор», гостиница «Колос», оздоровительный центр «Кристалл», а также реабилитационный центр в Яровом и топчищенский центр помощи детям, оставшихся без родителей. Согласно документу, к приему беженцев должны быть готовы и ведомства. Так, управление ГОЧС необходимо согласовать процесс организации пунктов временного размещения. Перевозку туда обеспечит Краевой Минтранст. Обустройством людей займется Минсоцзащиты. В Министерстве образования распределят детей по школам, а Управление по труду устроит приехавших на работу. Добавим, в конце марта в Алтайский край прибыло 13 переселенцев. Все они живут у родственников. А максимум наш регион готов принять 500 человек. А теперь о строительстве. Дизайн-проект долгожданного медицинского объекта в Барнауле стал доступен общественности. Речь идет об эскизах Барнаульской поликлиники номер 14, который показал главврач больницы. Пока готов дизайн первого этажа. Здесь планируют разместить несколько зон ожидания, что позволит избежать скопления людей у регистратуры и доврачебного кабинета. На этом же этаже появится аптека, где можно будет получить льготные лекарства сразу после выписки рецепта. На входе пациентов будет встречать администратор, который ответит на вопросы, поможет сопроводить куда необходимо. Отметим, дизайн этажа выполнен в серо-синих тонах. Главный врач Дмитрий Денисов рассказал, что проект не окончательный. Его еще будут дорабатывать. Напомним, новая поликлиника находится на Лазурной. Она рассчитана на 900 посещений в смену. И в завершении выпуска приятная новость для студентов. Каждый из них может прославить свой вуз и стать миллионером. Правда, для этого нужно удачно сделать ход. А точнее, успешно выступить в очередном сезоне Всероссийского конкурса с названием «Твой ход». Его участниками создаются проекты, направленные на развитие вуза или деятельность студентов. На презентации второго сезона федерального интеллектуально-творческого состязания побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. В первом сезоне алтайские студенты ход сделали практически конем. Пятеро учащихся педуниверситета стали миллионерами и еще 2,5 миллиона рублей принесли родному вузу. Одним из проектов, принесших удачу, был посвящен созданию специального сайта помощника для студентов. Там была помощь студентам в обучении. Какие-то заметки делать, какие-то подсказки, лайфхаки. В новом сезоне испытания те же на развитие вуза и улучшение работы молодежной политики. Конкуренция, к слову, очень серьезная. Жюри отберет лучшие идеи из тысячи с лишним проектов. Смотрят на реализацию проекта по определенным критериям, насколько он проработан, насколько он реализован. Потому что это должны быть уже проекты, которые находятся в процессе реализации. Популярность федерального конкурса, которому всего два года, уже зашкаливает. И тому есть простое объяснение. Весьма заманчив выигрыш. Организаторы разыграют 200 путешествий, туры в любое место мира. Также участники могут выиграть свой миллион рублей. Деньги можно потратить на развитие проекта, обучение или улучшение жилищных условий. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Продолжение следует...